Добрый день, дорогие друзья! Хочу с вами сегодня поделиться армянским рецептом слоёного теста. Мои постоянные зрители очень хорошо знают, что я люблю слоёное тесто, коллекционирую рецепты, ну и естественно пробую их приготовить. Так вот, как-то очень давно я увидела слоёное тесто одного видеоблогера-армянки. Зовут её, кажется, Русят. Я просто боюсь неправильно произнести имя, чтобы человека не обидеть. У неё был очень интересный рецепт слоёного теста с начинкой из масла, муки и сахара. По-национальному она у них называется Харис. Так вот, там этот процесс очень кропотливый, длительный, но и результат, конечно, получается просто изумительный. Так вот, я решила этот процесс ускорить, потому что времени у меня было немного. Хотела что-то приготовить из слоёного теста и заодно посмотреть, будет ли работать мой способ приготовления этого теста. Ингредиенты будут написаны под видео, но вначале мы приготовим ту самую масляную начинку, о которой я сейчас рассказала. Взбиваем эти 100 грамм миксером, чтобы получился слегка такой белёсый вид, и постепенно добавляем туда весь сахар. Тоже периодически или взбиваем миксером, если вам позволяет скорость и мощность миксера, или просто перемешиваем ложкой или вилкой. После того, как весь сахар будет добавлен и перемешан с маслом, мы это выкладываем в небольшое количество муки, и затем, постепенно добавляя остальную муку, тоже все это хорошо перетираем руками. Как я поняла, правильная смесь должна быть такая, если вы её сжимаете в руке, она у вас превращается в комок. А когда вы на неё надавливаете, она снова рассыпается. Вот это самая настоящая правильная масляная смесь. Надеюсь, что у меня это получилось. Теперь будем готовить тесто. Я вам буду говорить, как я готовлю, и одновременно буду говорить, как на самом деле готовит тарусяк. Воды. Нам нужно пол-литра воды. Часть воды мы выливаем в ёмкость и высыпаем туда все остальные ингредиенты. Что я имею в виду? Соль, лимонная кислота, сахар, масло растительное, уксус. Другую часть воды мы выливаем 3 желтка, убиваем их и всё это добавляем в предыдущую жидкую часть. Слегка это перемешав, постепенно начинаем всыпать муку. Мука у меня уже была просеяна, но добавляя муку в жидкую составляющую. Я всё равно её ещё раз просеяла, чтобы она как можно лучше насытилась кислородом. Итак, замешиваем тесто. Не тугое. И не слишком мягкое. И не просто мы вымешиваем тесто, а ещё мы его и выбиваем. По рецепту блогера она делит его на 4 части и отбивает каждую часть. Я не стала его делить, я просто хорошо отбила сам ком тесто. После того, как тесто было отбито, я поделила его на 12 частей. У оросяк оно было поделено на 4 части, но я решила сделать по-своему. В общем, я его поделила на 12 частей. Накрыла его хорошо плёнкой, потому что именно это тесто не должно обветриваться. И пока это тесто отдыхало, мы приготовили масляно-мучную смесь. 750 грамм маргарина. Пересыпали мукой и очень-очень хорошо его перемяли, перемешали, можно даже сказать, вымесили. Из этой массы было сделано 12 колобков практически одинакового размера. То есть у нас 12 колобков из теста и 12 колобков из масляно-мучной смеси. Теперь я взяла колобок один и раскатала его достаточно тонко. В армянском варианте у нас всего 4 колобка. Мы раскатываем один колобок, наносим на него масляно-мучную смесь, складываем, точно так же, как я буду сейчас складывать, и кладём его в холодильник на 2 часа. И так делаем со всеми 4 колобками. Затем через 2 часа этот процесс повторяем. То есть берём опять свёрнутый конвертик этот один, раскатываем его, снова на него наносим масляно-мучную смесь, снова складываем, снова кладём в холодильник и так повторяем 3 раза. Я же решила поступить иначе, поскольку этот процесс показался мне очень длительным, я решила его ускорить. Я взяла колобок, раскатала его, как вы видите, нанесла на него масляно-мучную смесь, отложила его в сторону. Потом взяла следующий колобок, тоже его раскатала, нанесла масляную смесь и положила этот пласт на предыдущий раскатанный колобок. Таким образом, я раскатала 3 колобка, промазала масляно-мучной смесью и положила их друг на друга. Вот так вот. А затем уже эти 3 промазанных слоя я сложила в конверт. И уже всё это богатство я положила в холодильник на 2 часа. Таким образом, я поступила со всеми колобками. То есть, я не стала каждый колобок в отдельности раскатывать, складывать и класть в холодильник. Я раскатала 3 колобка, все промазала, сложила их стопкой, свернула в конверт и положила в холодильник. Таким образом, у нас получилось 4 конверта. 2 конверта я положила в холодильник, а 2 конверта, чтобы ускорить процесс, я положила минут на 20 в морозильную камеру. Достаю 1 часть из морозильной камеры и, как обычно, очень аккуратно всё это я раскатываю. Сначала надавливаю скалкой, раздавливаю потихонечку это тесто, потому что оно холодное, чтобы оно не лопалось и слои у нас не разрушались. А по мере согревания я его раскатала скалкой в лист толщиной где-то около 1 см. Может чуть меньше, может 0,7 см. Выложила на него масляно-мучную смесь с сахаром, придавила рукой и немножечко вкатала скалкой, чтобы смесь пристала к тесту. Затем складываем таким образом наше изделие в виде рулета и ещё раз проходимся по нему скалкой, предварительно защипив край, чтобы у нас ничего оттуда не высыпалось. Нарезаем тесто на треугольники. Если вы хотите, чтобы у вас все прямо так слои разошлись, то острые кончики верхушечки треугольников нужно надрезать, чтобы тесто было всё разъединено между собой. Я не стала их разрезать, решила сделать по-своему. Захотела, чтобы они у меня раскрылись такой книжечкой. Вы можете надрезать верхушечки, срезать, тогда у вас все слои раскроются и будут прямо такие вот, как раскрытые цветочки. Выкладываем на лист. Не забудьте заранее включить духовку, чтобы она хорошо прогрелась. Сверху я смазала яйцом взбитым и посыпала сахаром. Сахар это на ваше усмотрение. И теперь смотрите, что получилось. Видите, поскольку верхушки не были разрезаны, у нас наши изделия получились в виде такой вот раскрытой книжечки, как я называю. Если вы надрежете эти уголки, они у вас полностью, все слои раскроются. И будет такой веер из слоев. Мне очень понравилось тесто, как оно себя повело. Слои прямо все вздулись, раскрылись, расправились. Все получилось просто великолепно. Кстати, для того, чтобы у вас изделия так хорошо раскрылись, вы сразу должны начать выпекать ваше изделие при температуре 200 градусов. И обязательно наблюдать за тем, как у вас там все выпекается. Как только слои начали расслаиваться и отделяться друг от друга, вы уменьшаете тогда температуру до 180 градусов. И готовите уже ваше изделие до готовности. Вот такие изумительные сладкие слойки у нас получились. Не забудьте посыпать их сахарной пудрой для тех, кто любит, чтобы было послаще. Приятного аппетита! Всего доброго! До новых встреч! Подписывайтесь, приходите! Удачи всем! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»